Привет, зритель! Сейчас тебя ждет небольшой, но дофига полезный заказ Свайберис. Тот заказ Свайберис, где такая как бы не то чтобы дегустация, но местами да, дегустация. Я постараюсь записать завтра. У меня даже идея возникла, как его конкретно лучше записать. Чтобы было видно, что короб действительно четырех видов бывает. Короче, мне очень надо было обычную крышку для микроволновки. Надо было, конечно, взять телефон, у меня он на вытянутой руке, ну далеко туда, короче, кровать, я не достану сидя. Надо вставать. 150 чем-то она стоила, а может 170. В общем, как-то так. В общем, мне вот это и следующий товар обошлись в 357 рублей. 215, по-моему, стоили следующий товар. Ну, как-то так, в общем. Или она 150 стоила, или она чуть дешевле. Или у меня какая-то скидка была и получилось так, как получилось. Ну вот, крышка. Как бы можно было купить дешевле, где-то в пределах сотни рублей в Ашане. Но последний раз, когда я там покупала крышку, во-первых, я ошиблась на пару сантиметров. Мне она была 25, я купила 23, чуть лоханулась. Она, соответственно, была пониже и чуть-чуть поменьше, чем мне нужно было. Но там была какая-то такая переключалка, которая с дырочками, типа, либо даёт воздух, либо не даёт воздух. Когда закрываешь, как бы, ну, типа, да, вот не даёт воздух. Когда открываешь, в общем, что закрываешь, что открываешь, эти дырочки, логики не было. Разницы вообще никакой. Там только всё это больше засиралось, охрену отмоешь. А в итоге я покрыла этой крышкой воск, когда я его топила, чтобы сваять очередной дезик восковой с кокосовым маслом. И чё-то как-то я забыла, лоханулась и не рассчитала температуру и время. И у меня часть воска так фигак к этой крышке. Я думаю, если я этой крышкой теперь покрыла какую-нибудь еду, вдруг этот воск оттопится и фигак вниз. Ну, и я решила, что пусть она будет слегка подороже, но зато такая, как мне хочется. Вот обычная вот крышка. Вот крышка. У меня, по-моему, похожая крышка была, когда я вот только купила эту микроволновку в 2009 году. Тут он этот. Размер 0. Крышка в DSVC прозрачный. Бумажка, ещё бумажка. Ну, короче, как-нибудь я эту бумажку вот собачу потом. У меня тут даже рядом слева, вот оно поближе, чем кровать с телефоном, стоит коробочка из-под Мулинекса. И туда сейчас идёт всякий бумажный мусор на сажение. Потому что как бы уже год практически прошёл, год прошёл, как я его купила. Спасибо подписчице Лене Минстера Москва на день рождения, подарок за месяц раньше. И как бы она уже мне не нужна. Блендер погружной работает. Отлично. Короче, вот. Ну, и коробочка идёт на сажение в сад. Вот такая крышка. Счастье есть. У меня теперь есть крышка. Как тебе положить-то? Я покажу сначала бытовушку, а потом покажу еду. Не поверить зрителям. Вот можно было найти такое за 65 рублей, а можно было найти за 800. С чем-то на том же Вайдберсе. Это у нас мельница пластиковая, мельница пластиковый механизм 115, 45-80 грамм миллилитров. А граммы миллилитров. Цвет зелёный. Зелёный размер 0. Пупырка внутри. Я как-нибудь попупырю этой пупыркой. Я ещё вчера разбиралась, а нашла две штуки, которые мне Женька как-то задарила. По ним можно чиркать какой-то фигнёй. Идёт АСМР-ный звук, но она для этого мне и дарила, чтобы я как-нибудь села на камеру и почиркала. Но я сейчас писала последнюю часть ролика. Замонтирую уже, видимо, отвара трав для сухого типа кожи лица. Потом дерятнула этого концентрированного отвара трав с мёдом. И меня так робит, наконец-то. Учитывая, что последние дня 4 у меня дико бессонница была. Что я уже не осилию. Не то, что монтировать, даже записывать этот ролик. Спрессовать не ем. О, какая пупырка-то, слушай. Зритель такая интересная. Не, ладно, я не буду её всю пупырить. Я потом запишу АСМР с пупырками. Короче, мне хотелось штуку, которая будет молоть мне всякую мелкую такую... Ну, засыпать в неё вместе с солью. Покрутить, открыть и насыпать там, допустим, в еду. У меня, конечно, есть специи, которые уже молотые. Да, есть какие-то, которые надо бы помолоть. Перца у меня, конечно, нету. Что-то давно уже нету. Как-то я его и не пользую, и нету у меня перца. Но надо как-нибудь потом купить гвоздичку. Вот это вот стекло. Вот это вот пластик. И это тут открывается. Она какая-то такая интересная. Правда, я не догнала, как ей пользоваться. А, вот-а, я догнала. Вот эта штука крутится. Думаю, может, я такой лох наоблах хоть на сайте посмотреть. Может, это не мельничка. Она мельничка, она крутится. Она крутится, а гей-гей. И крышечка зелёненькая. Короче, счастье есть. Как бы, зритель, ты-то в курсе, что у меня есть кофемолка Бош. Такая лапочка, такая хорошая. 180 ватт. Мелец сахар кокосовый. Молола раньше кофе. Молола много чего. Но осенью как-то я ласты склеивала, лежала. И думаю, сейчас вот полежу немножко, потом забодяжу себе кофельку. И будет несчастье. А придурок Тишин, котобормот. Ну, козёл. Который сейчас сидит у подушечки на моей кроваточке. По правой руку. По какой-то хрен полез на стол. К плите. До края оставалось сантиметров 30. Там надо было очень сильно умудриться, чтобы эту... Бошевскую кофемолочку кирдыкнуть почти с метра высоты на линолеум. Там как бы мягко этот линолеум. Под ним что-то такое, ну, мягкое. Ну, не твёрдое, не мягкое. Что-то такое, типа это, вот мне сказали, фанера или что-то такое. Ну, в общем, у меня туда чашка падала и не разбилась. Она, конечно, не разбилась. Я так попереживала, так расстроила. Думаю, всё, трындец. Засыпала в неё сахар. Как раз, думаю, сейчас тогда кокосово сахара сначала. Продеряблю в пудру. Мне приспичило как раз что-то приготовить. А потом уже кофе зафигачу. Э, сахар она вроде как нормально так более-менее пробила. Сахар-то мягонький такой. Вчера я решила кофе зафигачить. А у меня стали такие подозрения, будто, ну, может, она уже это, ласты склеила. Как-то так она со второго раза включилась. Я думаю, сейчас кофе профигачу позавчера. Ну, вообще, на несколько дней назад, на самом деле. Я что-то так смотрю, у меня как-то крупно кофе профигачился. Думаю, может, я не до конца его дофигачила. Я как раз помыла отваром этих чёртовых мыльных орехов. Когда-нибудь я их доделаю и больше никогда не куплю. Или только от другого производителя, это сомнение. А, в общем, засыпала их туда. В отвар промыла. Понимаю, что вот для скрабирования лица самое то. Но для заваривания в турке совсем не так. И я позавчера засунула туда эти зёрна кофе. И если тебе интересно, то почитай мою телегу. А то потом прибежит какой-нибудь попобольный чувак, и будет в камень написать, что я хотел посмотреть отзыв на орехи, макадамия. Вот эту вот крышку, которую я уже обозрела. Вот эту вот баночку, которая меленка для этих самых специй. А тут про какую-то кофемолку Бош, которой даже в кадре нет. Короче говоря, она, ну, практически померла. Я в печали, мне придётся покупать другую кофемолку. Вот так. Очень в печали. Ну и, в общем, вот. А эту-то я заказала ещё до того, как узнала, что у меня Бош всё-таки ласта склеила. Просто так подумала, что засыпешь туда соль крупную. У меня что-то крупная соль. Ещё что-то, ещё что-то. И будет мне счастье. Потому что я что-то посмотрела. Есть какие-то электрические, но они какие-то все... Или идут парой за 900 рублей, две штуки, нафиг они мне. Или какие-то странные, значит, эти пальчиковые батарейки. Они не у всех в составе идут. Типа докупать. Просто есть. Я думаю, увидела внезапно. Просто есть 65 рублей штука. Думаю, если она вдруг однажды сдохнет через полгода, через год, через два, через три, так это как бы не жалко за 65 рублей. И аналогичная была за 800 с чем-то. Я так подумала. Вот я что-то не догоняю. Ну, как бы... Зачем такие... Такую цену? Потому что... Тут у нас орехи. Я надеюсь. Никогда не пробовала орехи Макадамии. Я долго на них смотрела. На Азоне они есть подешевле, поменьше, подороже. Такой же 150 грамм. Огромный пакет. Думаю, если мне понравится, потом закажу на Азоне килограмм и будут мешать их. Потому что килограмм вам покупать выгоднее. Вот такой пакет. Когда я его заказывала, там вообще не было ни одного отзыва и вопроса. 215 рублей. Там было написано, что какой-то ключик должен быть с этими орехами. И орехи казались помелче. Но тут крупные. И когда я сегодня смотрела, ну, глянусь, все ли зашло. Потому что сначала пришла крышка, а потом пришли и орехи. Хотя я крышку вместе с орехами заказывала. Но и орехи пришли. И эта штучка вот меленькая. Ну и, короче говоря, там был отзыв, что все ништяк, типа вкусные орехи. Но вот, как бы, забыли этот ключик. Но я вроде как вижу там какой-то ключик. Слушай, так прикольно все это не начался. Такой музыкальный звук. Орех Макадамия, 150 грамм. Кирка. О-о-о. Адрес Москва. Состав орехи Макадамия. 150 грамм. Страна происхождения ЮАР. Ну, я читала, что они до хрена какие-то калорийные шои. Ими можно пару штучек или сколько-то там слопать и наесться. И целый день энерджайзить или типа того. 719 калорий на 100 грамм. Возможно присутствие в незначительном количестве частиц других орехов и арахиса. 12 месяцев живет. Дат фасовки 29 января этого года. Плюс-минус 5. Ну, короче, от 15 до 25 градусов его можно хранить не более 70% этого самого. Только тут вот наклеечка. А так вот, ну... Как бы ничего нету сейчас. Зрители, если ты лопала орехи Макадамия, дай знать в камеру. Штуковинка, которую я вроде нащупала. Иди сюда. Ну, в общем, тут как бы было написано, что не с ключом. Я видела еще очищенные. Они стоили как-то поприличнее. Но у меня когда-то там на Азон будут какие-то баллы с карты оплаты. Накопятся. А если я проникнусь этими, то я потом закажу, может. Короче, они почти полностью прорезаны. Слушайте, так прикольно пахнут. Сладенько чем-то. Так знакомо, будто какая-то булочка вкусная. И вот эта вот фигня, не знаю, как ее вставлять. Наверное, вот так, потому что вот здесь поменьше. Вскрытие ореха Макадамии. Я видела поменьше, а видела покрупнее. Видимо, эти покрупнее. Ух ты! Вскрой меня, если сможешь. Ключик. Я еще до этого видела как-то эти орехи. Вот так вот думаю, что-то как это оно растет, что ли, так. Не могла долго понять, что за ключик нахрен. Потом думала, что может это ключик, как вот на этих банках алюминиевых. С каким-нибудь там соком. Не соком. Ну, лимонадом. Типа колы. Он так это подхрустывает. Блин, как тебе открыть-то. Почему нет инструкции по применению? Я еще и буду смотреть в интернете, как... Какой-нибудь ролик, как открыть эту штуку. Немножко там зацепилось, ничего так вкусненько. Ну, что-то я не догнала, как эту штуку вскрыть. Давайте поглянем, сколько тут этих орехов-то. кратерик. Два, три, четыре, пять, шесть. Это мэрные там. Это шесть вместе вот с этим, который накручил меня. Семь, восемь, девять, десять. Слушайте, они такие это... Ну, какие-то совсем крупные... О, вот этот с трещинкой. Может, я его сейчас и вскрою? Короче, я сейчас их обратно выкину. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать орехов, по ходу дела. Ну, где-то так. Тогда этот замученный орех пойдет сюда. А этот, как-то он тут весь такой, смотри, дрейдик треснутый. Я хотела его вскрыть. Хрен ли я его купила-то. Ну, вот большой пакет килограммовый, я что-то вроде не видела, чтобы там, ну, вот, лысыми были орехи. Блин. Взнала бы, что такое гемор. Подумала бы еще прежде чем покупать. Он вроде как в трещинках, но это какой-то, ну, очень крутой орех. Хрен его откроешь. Интересно, его скорлупка куда-нибудь годная. Короче, зритель, не будем мучить камеру. Меняй орех. Я отрубаюсь. А ты, если знаешь, что с ними делать, как их раздолбать вот этой штучкой, дай знать в каменты. Если я к тому времени не нагуглю какой-нибудь ролик и не раздолбаю, то я твой камент с удовольствием прочитаю. Спасибо, если я оселил до конца. Пока. Не забудь поставить палец кверху.